Продолжение следует... 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 Лори Мор с мячом Джессика Маша Черепанова Черепанова с мячом Проход и Фолит Овчаренко Первый фол В составе Надежда Оренбурга Ольга Овчаренко Получает и два броска Первый точно Волнение наверное Сашка права Волнуется Данилочкина с мячом Перевод на Веременко И три очка И там на подборе Маша Черепанова боролась И мяч будут водить Девчонки из Вологды Лори Мор Против нее в защите играет Катерина Рузанова Заброс на Джессику Ифо Анастасия Веременко При получении Выносит из лицевой Вологды Маша Черепанова Со средней И точно Четыре пять Прессинкует Лори Мор Первого номера И приходится выводить Алене Данилочкиной Разыгрывает Заброс какой Катерина Рузанова Анастасия Веременко Свободно через руку защитника Вроде бы с рукой Играла Джессика И точно 7-5 В пользу Надежда Оренбург И вот третье Командное замечание Надежда Оренбург Получает номер 9 Лен Данилочкина И что у нас первая замена Ольга Овчаренко Покидает площадку А вместо нее выходит Катерин Буглас Номер 20 Света Махлина Двоечка там С Олесей Малошенко Маша Черепанова И на подборе Там боролась Лори Мор Овладевает Надежда После подбора И пол Олесей Малошенко Олесей Малошенко Первый гол Катерин Дуглас Катерин Дуглас будет водить мяч Лена Данилочкина с мячом Катерин Дуглас Настя Веременко И подбор Джессика Девенгор Лори Мор Прорыв идет У Чеваката Локшот Мяч остается у Чевакаты Продолженную атаку Волок Досиену Семезлицевой Лори Мор Вводит Мяч в игру Свету Махлина 10 секунд остается Какая красивая передача Очень здорово Да и два очка Джессики поблагодарила она Свету Махлину За такую передачу искусную Катерин Дуглас Проходит скидка на Рузанову И что там было Касание счетчика Мяч отдают Вологде Сдоровил Разбросал Оренбург На самом деле Да, обострили скидочкой И бросок Касическая схема Как получил Светом Анна Олеся Малошенко Остается одна И Маша Черепанова Там вовремя Постудила Да, жалко, что не завела Ну, будем надеяться Реализовать себя С штрафной Вторая замена У Надежды Оренбурга Площадку покидает Лена Данилочкина Выходит номер 32 Наталья Жедик Волнуется, мне кажется Маша Черепанова Временем счет 7-7 За 9-7 9-7, да Вроде бы хорошо защищалась Олеся Малашенко В очередь защитника Брансон забил Ух, как Красиво зашагнула Олеся Малашенко Отомстила Ответила Твоя обидчица Да 9-9 5 минут Сыграли команды Рузанова с мячом Веременко Брансон Жедик Брансон 8-7 секунд Остается Надо что-то решать Ах Настя Веременко Мимо Владение Вологды Лори Мор Олеся Малашенко И на входе Света Махлина Скидка Джессике И Джессика Зубивает 2 очка 11-9 Дубла с мячом Играет 2 очка С Брансон Брансон Пытается Затем 3 У нее Это получается У Марии Черепановой Первое Персональное Замечание Второе Командное Мария Черепанова Первый Пол Брансон Очень Удачно Воспользовался Своим Преимуществом Перед Черепановой Замена Хотя по скорости Я думаю Они не уступают Друг другу По мощи Скорее Ну по мощи Да Может быть Брансон Помощнее Хотя Маша Черепанова Тоже Атлетично Женщик Анастасия Веременко Рузанова 4 секунды Остается Видят ли Игроки Брансон И Лори Мор Там Подбила Мяч Как В таком Прыжке Маша Маша Черепанова Все-таки Сказывается Волнение Рузанова С мячом Пытались Сыграть двоечку Брансон Настя Веременко Хорошо Отыгралась Защите Олеся Малошенко Подобрала Мяч И вот Готовится Замена В составе Чевакаты Катерина Кейро Света Махлина Свой Фирменный Навесник Бросок 13-9 У Оренбурга Также Готовится Замена Это Будет Номер Одиннадцатый Оксана Закалюжна Рузанова С мячом Находит Жедик Жедик Со средней И Маша Черепанова Берет Свой очередной Подбор Олеся Малошенко По-моему Это уже Третий Трех Если я не ошибаюсь Вологды Мимо Идет Но будем Надеяться Что Попадания Придут Да Промах Я не выбросил Потому что Не будешь Бросать Как говорят Не буду Попаданий Замена Составе Обеих Команд Покидать Площадку Анастасия Веременко И Мария Черепанова И Выходит Катерина Кейру И Оксана Закалюжна Первый Точно Наталья Жедик И Второй Точно И Замена Еще 13-11 Елена Берсенева В составе Оренбурга И Кристина Аликина В составе Волгодыча Ваката Чуть меньше Трех минут До конца Первого Периода Света Махлина Двоечку Как красиво Как красиво Прекрасный Пекин Рон Сыграли Махлина И Косилева Первые Два очка В этом матче Свои Кэтрин Дуглас Как Там блокшот Поставил По-моему Кристина Аликина И Быстрый Отрыв Света Махлина Там Неудачно Мне кажется Выпрыгнула Подвернула Голеностоп Смотрим Проворонили Мы Повтор Голеностоп Лори Мор Реф-пол Номер 15 Юлия Киселева Первая Персональная А нет Вторая Вторая Первая Персональная Четвертая Командная Наталья Наталья Жедик Против нее Катя Кейро Закалюжная И что Евгений Ветров Свистит Пол Кристине Аликиной И два Броска Это уже Пятое Командное Замечание На линии Штрафной Брансу Забивает Первый Бросок Кристина В высоком прыжке Подбирает Мяч Лори Мор Маша Черепанова Жедик Берсенева На входе Закалюжный И перехват Катя Кейро Красивая игра В защите Учила Катя И два очка И не менее красивая Быстрая Быстрая Бросок 17-12 За минуту 30 До конца Первой четверти Елена Берсенева С мячом Дуглас Двоечка С Брансон И холл Нападение При постановке Заслона Мы слышим Как активно Болеют Болельщики Группа поддержки Приятно Конечно Конечно Когда Много болельщиков Всегда Как-то проще Играется Какая-то поддержка Атмосфера Сразу Появляется Маша Черепанова Красивый заброс На Катю Кейро 7-8 секунд И два очка Молодец Выдержала Давление Защитника Юли Киселева И будет пробивать Бонусный штрафной Вестящий Хорошо получила Оттеснила И замена В составе Оренбурга Прохода Киселевой Да Вот она Поймала Защитницу Задержалась Воздух И забила Свой бросок И штрафной Забивает И добавила Еще за штрафной Три очка В одной атаке 20-12 За минуту Сегодня берет Чувакат Плюнем Давай Постучим Да Брансон Бросает Со средней И точно 20-14 Меньше минуты Остается До конца Первого периода Чуваката В нападении Лори Мор Маша Черепанова Фол Фол Дают Номеру 33 Ребекка Брансон Это второе Персональное Замечание И Наши На линии Штрафных Да Пойдет Кристина Викина Тут же следует Замена У Оренбурга Номер 22 Вступает Елена Дублеевич Что-то не лает Со штрафными Сегодня Дуглас Мечом Заказывает комбинацию Остается 11 секунд 10 Одна Проходит Дублеевич И на подборе Там отборолась Юлия Феселева Прорыв Чеваката Не останется Две Одна Будет бросок Бросок будет Со счетом 2014 Заканчивается Первая четверть В пользу Вологды Чеваката Ну к концу Первой четверти Уже как-то повысился Темп игры Уже поинтереснее Как-то Волнение Наверное Все-таки Прошло Уже успокоились Как-то Завелись Девчонки Наверное Больше Так Почувствовали Уже Уверенность И начали Активнее Играть А нам бы Принесли Статистику Я думаю Сейчас принесут И мы посмотрим В это время Выступает Группа В поддержке Такой Цыганский Танец Вот сейчас На повторе Замила Олеся Малашенко Хороший Копыгрыш Она сделала Зашагнула Грамотно Зашагивание Красивое Еще раз Повтор Этого же Красивого Момента Ну что Мы можем Сказать По подборам На три подбора Больше подобрали Чевокатки Одиннадцать Восемь подборов Надежды По потерям Смотрим Две потери У Чевоката И три потери У Надежды Процент попадания С игры Двухочковые Девять из тринадцати 69 процентов У Волга Чевокаты 4 из тринадцати Всего лишь Тридцать Один процент У Надежды Штрафные Что мы можем Сказать Про штрафные На полторы минуты У Чевокаты Что это Сегодня Не очень Как со штрафным Потому что Два из семи А у Надежды Уже получше Три из четырех Трехочковые Пять Ноль Чевокаты Один из двух У Надежды Процент с игры 50 процентов 9 из 18 У Чевокаты И 5 из 15 И 33 процента У Оренбурга Начинается Вторая четверть Мяч будут водить Вологда Чевоката Лори Мор С мячом Перевод на Киселева И полнападение Закон Номер 6 Лори Мор Получает Первое Персональное Замечание Берстенева С мячом Дуглас Данилочкина Двоечка Закалюжная Находит одно Дуглас 7 секунд Остается Очень хорошо Сыграла Чевокаты Сейчас Сити Машины Перехватили Дожали И Разбросали В быстром Прорыве 22 14 Недоволен Тренер Оренбурга Еще очередной Перехват Лори Мор И 2 Очка 24 14 Вот уже Плюс 10 Это по-моему Самый большой Пока Отрыв Разница Чуть не случился И третий Перехват Но все-таки Оренбург Удержал мяч Маша Черепанова Хотела Забрать У Дуглас Мяч Но не получилось Третья персональная Я думаю Сейчас будет Замена Состав В составе Оренбурга Произошла Замена Дуглас Уходит Площадки Вышла Ольга Овчаренко Лена Данилочкина С мячом Заброс На Ольгу Овчаренко И Не воспользовались Мне кажется Не ждала Она Что Никого Не будет Надеялась Что Защитник Будет Выпрыгивать Рядом С ней А возможно Просто Уже Решила Что Забила Ну возможно Да Бывает Такое Лори Мор Средний Мимо Закалюжная Подбирает Мяч И Берсенева Спокойно Выводит Мяч И Заказывает Комбинацию Данилочкина Бросок Со Средней Два Очка 24 16 Лори Мор Показывает Комбинацию Кристина Аликина Поборолись Как хорошо Даже Забирает Боролась И Мяч Еще На Одну Атаку Нет Перевод На Катю Кейру Заброс На Юли Киселеву И Юли Киселева Левым Полукрюком Забивает Мяч 26 16 За 7 35 До Конца Второй Четверти Закалюжная Ольга Овчаренко Хорошую Игру Показывает Тобе Команда Сегодня Интересную И Перехват Мне кажется Третий Подряд Перехват Уже В этой Четверти И Маша Черепанова С Быстрого Отрыва И Тайм Аут Тайм Аут Берет Александр Ковалев Пытается Остановить Чуваката Не дают Закончить Броском Как вы думаете Что сейчас Говорит Александр Ковалев Своим Подопечным Наверное Как-то Настраивает На игру Что пора Повнимательнее Быть с передачами Дорожить Мячом Все-таки Три подряд Перехват Это много Это Такой Уровень Команды Который Уровень Намного Выше По сравнению Ну там С Суперлигой Да Закончила Своё выступление Группа поддержки И подходит К концу Тайм-аут Сейчас посмотрим Как отреагировали На замечания Тренера Команды Оренбурга Судьи Дают свисток Приглашая Команды На площадку Мне кажется Оренбург Хуже выглядит Без Брансона Вот она Не заканчивала Первую Десятиминутку И не начинала Вторую И как-то Они сразу Провалились Ну два фола Видимо Александр Ковалев Решил ее Немножко Попридержать А у нас В составе Вологды Появилась Анна Плешкова На площадке Вдвоем Пытается Да Вологда Красивый Два очка Забивает Номер 22 Елена Дубли Дубоевич С паузой Да Оценила ситуацию Лори Мор Катя Кейру Кристина Аликина И она Принесла Первый перехват Настя Веременко Ольга Орчиренко Дубле С мячом Там Такая борьба В трехсекундной Зоне Кристина Аликина Боролась Настя Веременко И получает Кристина Полу Кристина Это второе Персональное Замечание Чего Катя Готовится Замена Елена Баранова Готовится Выйти на площадку Третья командная Это уже Во второй четверти Замечание Ух Какой перехват Лори Мор И опять перехват Ему Приходится Настя Веременко Фолить Чтобы Предотвратить Быстро отрыв Да Вернули Судьи Можно Второй Фол Анастасия Веременко Это и Замена Составе Волга Чевакаты Лена Баранова Менять Кристину Аликину Анна Плешкова С мячом Быстро Стоит зона И потеря Красивый проход Нереализованный И Екатерина Кера Забирает Лена Баранова С мячом Быстрый прорыв Чевакаты Защитница Защитница По-прежнему 2-3 Стоит зона Анна Плешкова Джессика Переводный Катя Кейру И Пять Очень уверенно И спокойно Между прочим Причем Через защитницу Третий раз Раскидали зону Поняли Как надо играть И Забили Три очка 31-18 За 5-35 Пол Первые Персональные Замечания Лена Баранова Получает Четвертая Командная И минутный Перерыв Берет Ольга Александровна Шунейкина Замена В составе Чевакаты Олеся Малашенко Мария Черепанова На Место Лори Мор Между тем Еще 31-17 А мы смотрим повтор Красивых моментов Нет Сейчас нам режиссер Дает Выступление Групп поддержки А сейчас Дает повтор Показ Какой красивый Показ Да Раскачала Защитника И забила Мяч Быстрый отрыв Исполнение Лори Мор Закончился Тайм-аут Судьи Просят Игроков Выти на площадку Состав Волга Чевакаты Номер 14 Анна Плешкова Номер 4 Катерина Кейру Номер 44 Елена Баранова Номер 8 Мария Черепанова И номер 50 Джессика Девинпорт Оренбург Какое вбрасывание Я бы сказала Что это такой подарок Да Вообще Неожиданный подарок Просто 33 18 Мне кажется Катя Кейру Даже сама не ожидала Что Наверное Такое возможно Но главное Она реализовала Этот подарок Да Маша Черепанова Берет свой очередной Подбор Осталось Еще один подарок Делает Оренбург Рывок 5 минут до конца Второй четверти 35 18 Красивая игра Сегодня Очень красивая Красивая Согласна Овчаренко Двоечку Лена Данилочкина И не успевает Не успевает Совершить атаку Не хватает 24 секунд И выходит Номер 33 Ребекка Бранс Ребекка Бранс Секретное оружие Тайное 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 Хотя наверное Это совсем не тайное оружие Потому что Прекрасно знают Кто как играет Тренер Я думаю Дает Анна Плешкова Лена Баранова Какая передача И Мяч попрыгав Подушки Не проваливается Зал выдохнул Вместе с залом По-моему И мы Да В частности я Я думаю Что здесь Недоволен Александр Ковалев Судейством Жестикулирует Активно Я думаю Что за это Можно получить И технически Вообще Часто Судьями Спорите Последние Две игры Да Но так бывает Делать этого не нужно Наверное Потому что Чем меньше разговариваешь Тем больше шансов Что тебе будет хорошо Относиться Судьи В каких-то моментах Могут помочь А это бывают Очень важные моменты И второй точно Судьи можно подметнуть Да, Саша? 37-18 За 4 15 до конца Второй четверти Анастасия Веременко Данилочкина Рузанова От нас Осталась Одна на трешке И через Лену Баранову Не постеснялась И попадает 37-21 Анна Плешкова Лена Баранова И этим же я отвечаю Лена Баранова Я показал 2 Ну нам отсюда Было не видно Но я думаю Ответила И трехочковым Но к сожалению 2 очка Дуглас С мячом Данилочкина Данилочкина Веременко Рузанова Веременко И там отборолась Джессика Мяч подобрала Мария Черепанова Маша Черепанова И Прямо не глядя Из выгодной позиции Дала отбор Против двух защитников Там правда Бросала Джессика Можно было бить Фолк Кстати говоря Ну судями не спорят Судями не спорят Рузанова Ищет Брансон Ищет Брансон Приходится палить Катерине Кейру Первый фолк И пробивной Да Пятой командной Два броска Будут исполнять Замена Ребекка Лори Морна Катя Кейру Нет Хорошо Наоборот Катерина Кейру Уходит Вот наоборот Варьмор Первый попадает Вот написано у нас Кстати Что она Ребекка Брансон А я вижу Сзади у нее написано Брунсон К сожалению Мы читаем Наверное Как у нас Дали стартовую заявочку Перехват Оренбурга Дуглас С мячом Пытается обыграть И отдает Перехват Перехват Прочитала эту ситуацию Лори Мор Показывает номер комбинации Анна Плешкова Лори Мор Забегание Лена Баранова Лори Мор Очень сложно Дать пас Под кольцо Три секунды Ничего не оставалось Катерине Рузановой Анна Плешкова Встает на линии штрафных Как будто не хватает сил Чувакаткам Добросит мяч до кольца Но будем надеяться Что придет Придет Переборщила Теперь силами Мне кажется Это все равно Волнение Как-то должно Уже спать Второй тайм Но будем надеяться Что спадет Дуглас Рузанова По-моему Три истрек Рузанова Три бросила Три попала Сто процентное попадание 39-26 За две минуты До конца Второй четверти Маша Черепанова И Сенапану Она к сожалению Не забил Да Улыбается Лори Мор Недовольны болельщики Но к сожалению Болельщикам Не всегда все видно Дуглас с мячом Черепанова прорвается Через заслон Отыграет Джессика Подбирает Маша Черепанова Торопится 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 в нападении Хотят сыграть Быстрым прорывом Но сейчас Мне кажется Следует им остановиться И разыграть Нападение Минда Минда Минута 25 Остается Как легко Как легко Сейчас Лена Данилочкина Прошла Трехзащитниц Замена Таймаут Таймаут Берет Вологда Чеваката Недовольна Видимо Чем только Шинекина Игрой Своих подопечных Сейчас будет Объяснять В чем заключается Это недовольство Ну это лишний повод Отдохнуть Девочкам Отдохнуть Да Прийти немножко В себя Я бы сказала Наверное Показывает Что нужно сделать Александр Ковалев Тоже показывает Своим подопечным Что нужно сыграть И что нужно сделать А тем временем Остается 57 секунд До большого перерыва И оба таймаута Использовала Чеваката Закончился таймаут Команда приглашает На площадку И посмотрим Как Команда справится С установкой тренера Будет два штрафных Пробивать По моему Бранцу Она кстати Вторая Результативность В своей команде Набрала 7 очков И сейчас может Точными двумя попаданиями Набрать 9 Видимо тоже нервничал Все-таки Да Волнение Ответственность И второй И второй И там Оксана Закалюжная Оп Какая Обидная потеря Не рассчитал Очень важный подбор И очень обидная потеря Да Анна Плешкова Будет водить мяч За боковой 50 секунд Остается Лоримор с мячом Джессика с мячом Алиса Малашенко Маша Черепанова И фол Фол нападения Анне Плешковой Дает судья Евгений Ветров Постановку заслона Не дают жесткую игру Судьи Как-то свистят Очень много Видимо Обратили внимание На замечание Тренера Оренбурга Все-таки Что идет движение Парапа С мячом Заслона Закалюжная Данилочкина Брансон с мячом Против нее В защите Олеся Малашенко Как красиво Молодец И практически Из рук уже Казалось бы Все-таки Как красиво Еще Плешкова Отборолась С Оксаной Закалюжной Низу Не дала Занять место Джессика И со средней точно Через руку И Тайка Дайм-аут Дайм-аут Берет Александр Ковалев За 8 секунд 41.28 8 секунд За 8.3 А вот Посмотрим Повтор Когда Джессика Сама решает Все И со средней Очень спокойно И точно Через Оксану Закалюжную Забивает 2 очка Джессика Самая результативная В составе Обеих команд Она набрала 10 очков С таким Спокойством Это нетрудно Сейчас Чувакате Надо сыграть Без фола Потому что 5 команд Все пробивается Все пробивается И вот мы Слышим Потерпеть 8 секунд Ольга Александровна Подсказывает Что если Обыгрывают Один в один То нужна помощь Выходят игроки На площадку Я думаю Будет Сдерживающий Сдерживающий Да Такой личный Прессинг Что будет Брансон Получает Мяч И против Разгоняется Разгоняется И пол Не успевает Маша Черепанова На ногах Это третья Персональная Персональная У Маши Черепановой Четвертая Персональная У Маши Четвертая Да Ой Извиняюсь Четвертое Персональное Замечание И Брансон На линии штрафных Снова Первый Точно Два из двух И выходит Наталья Жедик Четыре Секунды Выноси За лицевой Вологда Джессика Маша Черепанова И фол Фол номер 20 Дуглас Полит Но К сожалению Только четвертая Командная Не пробивается Персональная Замечание Шесть десятых Секунд Остается Нет Успела Выбросить Маша Черепанова Произвести бросок Но к сожалению Без попадания Передит Вологда Чеваката Счет 41-30 В пользу Вологда Чеваката У нас большой перерыв И надеюсь Большой перерыв Мы сейчас Посмотрим Наверное И предматчевое Интервью Игр у нас не было Но Я скажу Что с 24 Числа Команда Начала усиленно Готовиться К плей-офф И Я считаю Что команда Готова Что-нибудь Беспокоит Вообще Перед стартом Плей-офф Вообще Чего-то Опасайтесь Ну Я всегда Перед каждой Игрой Опасаюсь Чтобы не было Травм Ни у той Ни у другой Команды Потому что Хотелось Чтобы все Игроки Доиграли Чемпионат И все Были здоровы По поводу Сегодняшнего соперника Две легкие победы У вас в регулярке Больше 20 очков Сегодня тоже ожидаете Легкую прогулку Дело в том Что Регулярные игры Это одно Плей-офф Игры Совсем другое Другие настрои Другая Мотивация Поэтому Я еще раз говорю Мы усиленно готовились Непосредственно К Вологде Непосредственно К плей-оффам Вот И Конечно Все будет Сказано По игре Но Те Игры Которые мы Играли Плюс 20 Плюс 14 Это Тоже в прошлом Это история Многие специалисты считают Что Надежда Уже в полуфинале Вы Уже в полуфинале Или еще пока нет Нет Все должно быть последовательно Мы готовимся к этому Но Еще раз говорю Все должно быть поэтапно Поэтапно Первое Что Нужно выиграть нам Мы считаем Что Нам нужно Мы будем стараться Это сделать Выиграть Первые игры Плей-оффы Вот И дальше Уже Решать следующие задачи Но первая задача У нас Мы не смотрим В будущее Мы смотрим В настоящее То что Игры происходят Сегодня И восьмого Девятого Если понадобится В прошлом году Оренбург финишировал Третьим В этом сезоне Четвертым В регулярном сезоне Как вы считаете Из-за чего? К сожалению Досадное поражение В Ногинске Это раз Вот И Я скажу Что Очень досадное поражение Это Спарта В первой игре На выезде Хотя Я скажу Это не наша ошибка Может быть И наша ошибка Была там тоже Но Судейская бригада Сработала Не очень Четко В последние секунды Матча Забегая Немножко Вперед В чемпионате России Участвуют 10 команд В плев Выходит 8 А многие Говорят Что чемпионом Всегда становится Все равно Встанет УГМК Ваше отношение К этой ситуации На сегодняшний день Я скажу так Что УГМК Преследует Ряд Серьезных Травм И вы знаете Что в финале Восьми Отравмировалась Маша Степанова Был перелом носа Насколько мне известно Усюберт Хотя она играла В маске И сейчас Она находится В Америке Делает Микрооперацию Я не скажу Что УГМК Сегодня Настолько силен Что его нельзя Обыграть Это Подоказывала Спарта У себя дома Я скажу Мы могли Подоказать У себя дома Проиграв Немного И уступив Лишь За последние Две минуты Непобедимых Сейчас нет Большое спасибо Хорошая игра Спасибо вам Удачи Ребекка Брансон Нападающая Надежда Оренбург Каппо Согласно О том Сегодняшний Гейм Что ты думаешь О твоих Ведущих Впоединенных Я думаю Это будет Товый Матч Я думаю Мы Были Что вы думаете, что большие оружия для Вологды? Они очень большие, и я думаю, что они могут работать на их преимущество. Если они умеют, они будут делать это. Но я думаю, что они будут играть очень трудно. Они играют вместе, играют как команда, и это может работать для них. Это новый игрок, и ты никогда не знаешь, что может случиться. Какие преимущества Оренбурга? Какие преимущества? Я думаю, что мы хорошая команда. И мы тоже играем вместе. У нас много разных оружий, снаружи и снаружи. Я думаю, что мы будем делать все, что мы можем сделать, чтобы выйти и победить. Спасибо, удачи! Спасибо! После двух легких побед в регулярном чемпионате, вы ожидаете легкую прогулку в четвертьфинале? Я бы не сказала, что они были легкими. Я знаю, что когда мы играли здесь в Вологде, команда готовилась к полуфиналу FIBA Cup. Видно было, что они на нашу игру особо не настраивались. Даже Девинпорт играл очень мало. Поэтому мы это все поняли, и мы не надеемся на какую-то легкую прогулку. Мы серьезно готовимся, разбираем команду и будем серьезно настраиваться на игру. В чем сила Вологды, по твоему мнению? Ну, наверное, в какой-то командная игра. У них очень хорошие, очень хорошие центровые. Очень тяжело играть всегда с Киселевой и Девинпорт. У нее как отличный средний бросок, так и из-под кольца. С Киселевой как бы больше под кольцом, то есть есть хоть какое-то, ну как бы попроще. Но очень хорошие центровые. В принципе, очень хороший периметр. В защите очень хорошо играет. И, ну, то есть у них командная защита, командное нападение. Вот это, наверное, очень тяжело с ними. В чем преимущество Оренбурга? Преимущество Оренбурга? Ну, я не знаю, я не могу сказать. У нас много преимуществ. Посмотрите на игры. В регулярном чемпионате в прошлом сезоне заняли третье место. В этом году четвертое. В чем причина, на твой взгляд? Ну, на мой взгляд, наверное, причина проигрыша на Гинску. Это глупое поражение вообще. И поэтому мы и заняли четвертое место. Ну, я надеюсь, что в плей-оффе мы займем свое место. Удачи, хорошие игры. Спасибо. Катерина Кирю, защитница Вологда, Чавакаты. Насколько команда готова к плей-оффу? Ну, конечно, возникали некоторые сложности. И там травмы. Но, я думаю, игра покажет сегодня, насколько команда готова. Потому что сейчас был тренировочный процесс, да. Вот. Были сборы у некоторых игроков. Ну, я надеюсь, что и верю в свою команду. Я думаю, что мы готовы. Надеюсь на 100% в сегодняшней игре. Многие эксперты и болельщики считают, что Оренбург уже в полуфинале. Разделяете это мнение? Ну, я думаю, потому что, во-первых, они стоят выше нас. Но, я не знаю. Считать можно многое, что. Вот. Мы будем бороться. И не собираемся так просто отдавать победу. Вот. Сегодня домашняя игра. И мы постараемся выиграть Оренбург. И мы настраиваемся на победу. За счет чего Вологда может победить Оренбург? Я думаю, если мы будем очень слаженно играть в защите, будем помогать друг другу. Потому что там действительно очень сильные игроки. И нам нужно будет помогать нашим центровым. Я думаю, очень прилично. И вообще, мы должны быть командой сегодня. Тогда, я думаю, мы можем победить. Большое спасибо. Хорошие игры. Спасибо большое. Юлия Киселева. Центровая. Вологда. Чевакаты. Насколько команда готова к плюеву? Ну, я считаю, что сейчас наша команда очень хорошо готова. Потому что был промежуток, когда мы могли подготовиться и отдохнуть немножко. Поднабрали сил. Ну, как бы рвемся в бой. Насколько важна первая игра серии? Каждая игра важна. А первая, она по-особенному задает задор на все последующие игры. И, ну, не знаю. Мы все хотим выиграть. Что должен делать Вологда, чтобы выиграть у Оренбурга? Вологда должны собраться, как бы дух команды показать. По игрокам, по именам у нас очень сильная команда. У нас полкоманды сборной там. Ну, и как бы не знаю. Мне кажется, просто надо показать свою игру. Вот так, как мы играем на тренировках, чтобы была легкость, не было напряжения никакого. Мне кажется, мы спокойно можем играть и с Оренбургом, и со всеми остальными командами. Насколько хорош Оренбург? Чем сильна команда соперников? Оренбург там, я скажу, что там, возможно, просто люди поопытнее. Немножко они больше провели таких игр напряженных, как вот сейчас плей-оффе будет. Является заслуженный тренер России Сергей Федоренко, главный тренер молодежного состава московского «Динамо». Сергей, первая половина «Чеваката» 41, у «Надежды» 30. Это так хороша «Чеваката» или «Слабовата» «Надежда»? Я не думаю, что «Надежда» сегодня просто не нравится на старых «Динамо». По-моему, «Чеваката» достойный состав для всех «Динамо». И я думаю, что они способны бороться. Я думаю, что никакого недонастроя со стороны Оренбурга здесь речи быть не может, потому что предматчевый интервью и Александр Ковалев, и Анастасия Вельменьевна, и Анастасия Вельменьевна, и Анастасия Вельменьевна, говорили о том, что соперник серьезный и готовится настроенный на бороться. Мне показалось, что в начале команды раскачивались, и инициативу ни одна из команд не перехватывала. Но за счет очень активных действий в защите «Чеваката» сделали много перехватов. А вы сами понимаете, перехваты, когда они становятся еще результативными, они дают дополнительный кураж. 8 перехватов мы видим, да, у «Чеваката»? Ну, по всему, да, по статистике. Так вот, вот этот кураж, который они сводили, они реализовали это все в очковых преимуществах. Причем, я думаю, что если бы они были точны еще и в штрафных, потому что два игрока по два броска промахнули, то счет могло быть и больше, потому что несколько атак, чистых атак из-под кольца тоже смазали они. Мне показалось, что девчонки сами испугались, что повели вдруг так с таким преимуществом. У меня такое же мнение сложилось. Просто они не поверили, что так легко, оказывается, можно достаточно сильную команду обыгрывать. Сейчас только Евролиги так справочились. Да, да. Ну, я так думаю, что сейчас вот они, Оренбурженки, пришли на площадку чуть позже, задержались. Я думаю, что там тренерский штаб серьезный. Даже вот по лицам тренеров я вижу, что серьезный был разговор. И, конечно, концовка будет, я надеюсь, что очень интересная. Борьба еще впереди однозначно в этом матче. Одиннадцать очков – это преимущество четырех бросков. 18 очков. По персоналиям кто понравился? Вы знаете, на удивление, в Перелоговом сложился тот момент, когда вышла Песелева. Вы согласны? Да, там, Лена Баранова, Песелева. Вот этот момент, они, на Чиваката немножко оторвалась. Сначала была равная борьба. Нравится, как и настрой, значит, не кого? Ну, всех практически девчонок. И Кейра молодец. К сожалению, потеряла Чиваката своего одного из основных игроков – это Максвен, который подвергнул ногу. Однозначно не сыграет. Но мы еще одно говорим с докторами и пооскорим прогноз на вторую половину. Многие говорят, что в Чивакате нет лидеров как таковых, потому что комбинационная игра и, в принципе, мяч остается и про количество бросков равномерно примерно. Согласны? Ну, видимо, да. Но я не согласен с другим постулатом. То, что нет лидеров. Дело в том, что в разные игры могут быть лидеры совершенно разные. И Мор, и Дэвин Портич, даже Черепанова, и вот сегодня Кейселева взял этот лидер. Поэтому это даже может быть и лучше, когда каждый раз может появиться на площадке отдельный лидер. Остается 20 минут чистого времени для того, чтобы что-то изменить для Оренбурга. Как вы считаете, о чем был разговор в раздевалке? И что должен предпринимать сейчас Оренбург? Я думаю, что если Оренбург сейчас бросится так быстро попытается отыграться, у него это не получится. Потому что надо сейчас наладить связи и игровые нападения. Потому что очень много было потерь и перехватов сделано именно при неточных передачах. Поэтому сначала надо наладить саму аккуратность в игре. И не спешить отыгрываться. Потому что это может быть как бы капкан. Потому что Ольга Шкурикина достаточно умный тренер. И я думаю, она тоже успела своим девчонкам что-то сказать. Как предполагается она, как можно складывать с этой играми. И я чувствую, что сейчас будет очень интересная, захватывающая концовка матча. Возвращаемся к нашим комментаторам. Благодарим Сергея Федоренко за участие. Мы продолжаем наш репортаж из спортивного зала. Первого матча плей-офф между командами Волода Чеваката и Надежды Оренбург. Закончился большой перерыв. Прозвучит сейчас свисток команды. Будут приглашены на площадку. Последние ценные указания дают тренеры своим наставницам. 41.30 по окончании второго периода. В пользу Чевакаты. Сейчас я считаю, что самое главное, что хорошо начать. Самое главное не расслабляться. Не расслабляться. Очень часто многие тренеры и специалисты говорят, что третья четверть самое важное. Кто выигрывает третью четверть, тот выигрывает игру. Что мы можем сказать, кстати, по статистике, что и первую и вторую четверть Волода Чеваката набирала стабильно 20-21 очко. Это очень хороший результат за 10 минут. Стартовый состав. На площадке у Вологды Лори Мор номер 6, Анна Плешкова номер 14, номер 4 Катерина Кейру, номер 15 Юлия Киселева и номер 31 Кристина Аликина. У Оренбурга номер 33 Брансон, номер 12 Анастасия Веременко, номер 4 Рузанова, номер 9 Лена Данилочкина. Ах, какой перехват. Серия перехватов. Да. В исполнении двух команд. И номер 20 это Кэтрин Дуглас, которая сейчас с мячом. 13 секунд остается. Брансон. Брансон пыталась продавить нападение Кристину Аликину и Кристине Аликиной. Судьи выписывают третье персональное замечание. И Брансон опять становится на линии штрафных. Первый попадает Ребекка. И второй точно. Анна Плешкова с мячом. Прессингует Оренбург. Истердом бывает чуваката Катерина Кейру. 10 секунд остается на владении Кристина Аликина и Анна Плешкова. 7, 6. Видят ли игроки Юля Киселева. Надбор Лори Мор. Как палочка-кручалочка, да, Лори Мор? Ну они ее просто замечают, Оренбург потеряет из виду и все. Ну ее нельзя. Ну разводящие средства, я считаю, что Лори Мор трехочковая. И точно три очка. 44, 32. Рузанова свечет. Ах, проворонили. Четвертое персональное замечание. Абсолютно, мне кажется, данный момент. Берет это на себя. Мне кажется, чуть-чуть она задумалась, расслабилась, да? И замена в составе Вологда. Алисия Малашенко меняет Кристину Аликину. Ну там ничего не оставалось в Кристине, да, чтобы не забила Рузанова и пришлось валить. Хотя она пыталась сыграть там вверху где-то на блокшоте. Рузанова попадает первая. Два из двух. 44, 34, плюс 10. Лори Мор с бичом. Олеся Малашенко. Но! Ах ты! Не спасла мяч. Прешло. И тайм-аут берет Вологда. Чуть ли не сверху заносит Брансен мяч в корзину после перехвата. Но очень долго подбирала ногу, но не виноват. Как-то не могла определиться. А может быть ждала пол? Ну, наверное. Начало не очень, я бы сказала, да? Как бы и темп не очень высокий. Как-то много потери у обоих команд. Как-то волнение. Вот смотрим повтор трехочкового попадания. Лори Мор. После результативной передачи Катерины Кейру. А мимо нас проходит хромающая Света Муахрина расстроенная. Закончился тайм-аут. Группы поддержки вся в блестках. Блестит. Блестит. Скажем так. А вот мы видели перехват Брансен и быстро отрыв ее исполнения. Катерина Кейру из завицевой. Сня членой Катерина Кейру. Глори Мор разводит. Какая-то суета немножко, мне кажется, Анна Плешкова. Хорошо презентует Оренбург. Чуть-чуть не успела. Силена подбора. Рузанова с мячом. Рузанова. Веремеенко. Анастасия. Оп и перехват там Лори Мор. Очередной пятый перехват, похоже. Анна Плешкова. Олеся Молошенко. Пишется атаковать. Анна Плешкова. Но там тяжело против Насти Веремеенко. Брансен забирает подпор. Быстрый прорыв Оренбург. Останавливается, заказывает комбинацию. Двоечка там. Размет. Оп, оп, как поймали. И пробежку свистят судьи. Немножко заиграл там Брансен. Пиром сместились на нее игроки Волк и Чавакаты. Но, наверное, это была установка тренера, что как бы сместиться и помочь так, чтобы потом не было вариантов у Брансена. Лори Мор. С мячом. Группа поддержки там скандирует. Двоечка. Оп. Хорошо задумано, но... Не поняли друг друга. По исполнению. Рузанова. Чуть-чуть не завернула мяч Катерина Кейру. Да. Либо Юля чуть-чуть не дошла. Но она, наверное, рассчитывала на шаг Юлию Киселевой к кольцу. И поэтому вышла такая передача. Второе персональное замечание получает Юлия Киселева. Замена. Замена. Это третья командная. Юлия Киселева. Второй. Джессика Девинпорт меняет Юлию Киселеву. И... Покидать площадку... Данилочкина. А выходит... Наталья Жедик. Катерина Кейру. Два из двух попадает Кэтрин. Северенно. Присункует Оренбург. Опять же, первого номера. Но Лори... Лори можно с пользой. Отлично справляется с всеми обязанностями. хотя кейру и никого на подборе у чувака ты никого джессика мне кажется даже я не думала что это кольцо вдвоем пытается там игрока с мячом далее разогнаться рыбаки франца но очень легко она сейчас обыграла защитниц 44 40 до отыграли 10 секунд и пол пол очень высоко выводила брансон брансон это третье персональное замечание брансон 2 штрафных пробьет олеся малышенко и замена составе вологда маша черепанова меняет катерина кейру первое точное попадание и второе а составе вологда у нас замена произошла до вышла елена волкова арена черепанова вышла на площадку и дугу свечом мяч и двоечка с брансом и что бросок со средней и на подборе все тоже лори пора боролась поищи как же она везде подборе самолетит прям в руки столько подбора но там рядом еще это очень установочки чуть-чуть бы поточнее настя веременко подбирает мяч наталья же этих против нее эллина волкова первое рисовали замечать дайте как-то расслабились чего-то не собираться а счет уже 46 40 40 всего 6 очков 5 очков два из двух наталья же этих и замена елена берсенева меняет рузанова екатерину в одиннадцать осталось всего четыре очка лори морд с мячом палашенко мне кажется очень долго не могут попасть волода чуваката вот она и ждала дает шоу дала настя веременко прям вверху терпела дотерпела но тем не менее мяч остается волды 6 секунд остается на атаку всего но быстрее быстрее 5 сего забрали долго стояли нужно отыграть защите бронсон но очень легко кажется оружие бурга работает джессика открыл лицевую мол давай но и брансон и пошла а помощи то там не было что-то на повеременько бить но маша черепанова перехват ваша черепанова два очка осталось от преимущества вологды маша черепанова не заметил судья фолка очень явный в отрыве все та же брансон и забивает два очка и минутный перерыв минутный перерыв берет счет 46 46 и все начинается с нуля как-то не вовремя судьи дали вот что значит хорошо начать третью четверть судьи начали давать жесткую игру с третьей четверти но наверное все таки фалау нападения не было потому что брансон получила в кругу под кольцом где можно к сожалению уже использовать этот элемент а у нас выступление группы поддержки зажигательная закончился тайм-аут судя приглашают игроков на площадку 46 46 за 4 16 до конца третьей четверти группа поддержки скандирует что-то про судей не будем озвучивать варибар с мячом джессика олеся малошенко елена волкова 10 секунд остается передержала мяч елена волкова да и там брехла и хватило анастасия веремейнка с мячом дуглас без синева дуглас и лори мор опять виздесущая маленькая лори мор берется в очередной подбор маша черепанова спалом осталось забить спалом на талии жидик получает первое персональное замечание и два броска замена состав волды чувакаты на площадке появляется екатерин кейром а в составе оренбурга выходит елена данилочкина маша черепанова первое точное попадание вам со штрафных сегодня да у нее настроилась либо перестала волноваться нет не перестала на картули персенева с мячом жидик жидик с мячом зона стоит у волокды донилочкина анастасия веремеенко жидик и мяч уходит от своей же ноги в аут можно быстрее 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 в своей зоне защиты чулаката борьба при получении джессика сбранца олеся малошенко 10 секунд остается 9 ух как перевисела персенева ух какой перехват в таком прыжке и лори мор с полом забивает четвертое персональное замечание замечание анастасии веремеенко она удивляется но судья всегда прав юля киселева меняя составе вологды джессику дэвенпорт и еще один бонусный штрафной пробьет лори мор и замена естественно замена в составе оренбурга оксана закалюжная меня это анастасия веременко три очка в одной атаке 50-46 за две тридцать пять до конца третьей четверти женик с мячом Данилочкина Данилочкина с мячом перевод на Рузанову Жедик Жедик разыгрывает двоечку Дублеевич Оксана закалюжная Жедик и с остановки точное попадание скачала обыграла остановилась на свободном месте 50-48 за две десять до конца Катерина Кейру Юлия Киселева Маша Черепанова со средней точно 52-48 Чуть меньше двух минут осталось играть команда в третьем периоде Счет 52-48 Появился темп игры «Ой, совсем одна осталась там закалюжная» Пропустили под кольцом одну Оксану закалюжную и заработал на этом фолл пробивает два штрафных второе второе персональное второе персональное замечание Алиси Молошенко и сейчас посмотрим как будет Оксана закалюжная пробивать штрафные первое 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 два очка Наталья Жедик Рузанова Жедик Рузанова Чуть-чуть не хватило в площадке чтобы перехватить 7 секунд на топор 7 секунд да нужно защищаться и подобрать мяч после броска Лена Данилочкина вела мяч у Наталья Жедик и Лори Мор через второй подбор Лори Мор Мяч у Маши Черепановой Олеся Малошенко нашла Машу Черепанову на входе мне кажется она хотела катить ей рыдать но Маша Черепанова тоже была Маша Черепанова нашлась на штрафном Рузанова с мячом по-прежнему стоит зона Рузанова 1 оставили Рузанова Екатерина у нее четыре трех очков из четырех четыре нельзя оставлять снайпера одного вот вроде боремся борется борется чуваката а разница всего очко такая сильная передача тяжело было обработать такую передачу Юлия Рузанова с мячом остается 15 секунд до конца я думаю долго а там наверное сейчас будет Оренбург чтобы не дать возможности Вологде и какой сумасшедший мяч забивает Наталья Жейдик 54-55 уже впереди Оренбург плюс одно надежда Оренбург появился темп игры как-то девчонки серебурга завелись вырвались вперед все-таки да не зря говорят что третья четверть самое важное причем отыграли они 11 очков даже 12 плюс 12 сыграли и вся борьба нас ждет впереди у Улога Чавахат уже использованных два минутных перерыва против ни одного у Надежды Оренбурга Лори Мор уже собрала 8 подборов это больше всех в составе обеих команд причем а нет 8 подборов еще у Рубеки Брансон 6 переплатов но если считать что Лори разводящий это прекрасный результат для нее ну количество подборов практически одинаково да на один подбор больше у Вологды 22 у Надежды 21 причем на чужом щите у Вологды 5 подборов командных а у Надежды всего лишь один а у Надежды всего один и между прочим из 5 командных подборов на чужом щите 3 у Лори Мор у разводящего еще раз говорим о том что Лори Мор о том что туда надо просто идти на подбор сказала Настя да ну что начинается четвертая четверть самая решающая наверное в этой встрече выходит на площадку Кристина Аликина Мария Черепанова Юлия Киселева Катерина Кейру и Лори Мор это состав Волода Чаваката и состав Надежды Оренбург номер 4 Екатерина Рузанова номер 9 Елена Данилочкина номер 11 Оксана Закалюжная номер 22 Елена Дублиевич и номер 32 Наталья Жедик Лори Мор с мячом Маша Черепанова двоечка с Юлией Киселевой там уже втроем просто какой заброс и красивые два очка Юлия Киселева Рузанова Рузанова с мячом зона стоит Рузанова Жедик с остановки и подбор Юлии Киселевой пол Оксане Закалюжной второе персональное замечание первая команда второе персональное замечание первая команда Катерина Кейру с мячом двоечка с Юлией Киселевой Ох какая красивая передача но 3 секунды свистят судьи нужно было наверное бросать не решилась она просто атаковать на самом деле хотя мне кажется ситуация была Рузанова с мячом Дублеевич Рузанова очень хорошо разговаривает за счет чего ката Маша Маша Черепанова Данилочкина и Екатерина Кейру Маша Черепанова и пол получает номер 22 первое персональное замечание Елена Дублеевич замена в составе обеих команд Джессика Девенпорт менять Юлию Киселеву у Вологды и номер 20 Кэтрин Дуглас Екатерина Рузанова Маша Черепанова Маша Черепанова но не всегда попадает но не всегда попадает долетает Наталья Жедик 8 секунд перевод и Кристина Аликина 5-е персональное замечание получает очень жесткий фол ну летела она да там Кэтрин Дуглас подождала когда Кристина взлетит вверх и поймала на этом движении и аплодисментами провожая зрителям Кристина Аликину 2 из 2 56 57 вновь плюс одно Надежда Оренбурга за 8 минут до конца четвертого четверти Лори Мор с мячом Олеся Малашенко ищет заброс на на Джессику перевод на Алисе Малашенко остается 6 секунд 2 атака не получается но поборолась там после подбора на Алисе Малашенко и мяч остается у Вологды Вынос Волкда Чаваката было касание корзины будет 24 секунды наверное заново Лори Мор двоечка с Олеся Малашенко Катерина Кейрон чуть по руке мне кажется был Волк Мяч Оренбурга Кэтрин Дуглас с мячом Наталья Жедик Елена Данилочкина и Лори Мор Мяч на самом деле как будто липнет просто прилипает Катерина Кейрон это талант это талант наверное оказаться в нужное время в нужном месте на подборе да это очень важно подбор одной из зонная защита у Вологды они уже давно какая красивая передача была хорошо отыграли защиту Джессика очень встретила игрока запитка на черепану Джессика пытается продавить но закалюжная успевает выйти да и вызывает на составе Оренбурга выходит Брансон Ребекка 19 очков она уже набрала да она самая результативная да самая результативная в обеих командах 9 секунд остается 7 хорошую передачу задумала Малошенко жалко не прошла но все равно мяч у Вологды Маша Черепанова и точно трехочковое попадание не побоялось бросить поднимает трехочковое попадание моральный дух что команда что болельщиков и игрока самое главное придает уверенность Наталья Жедик Оксана Закалюжная Наталья Жедик и на подборе Волода Чеваката Катерина Кеева Пол получает Кэтрин Доглас это третье персональное замечание Кэтрин и третья командная Олеся Малошенко Катерина Кейру со средней подбор подбор Екатерина Рузанова 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 Доглас Брансон 21 21 очко Брансон 25 25 до конца 25 до конца перестали перестали обострять перестали обострять Кэтрин Догласа Кэтрин Догласа Кэтрин Догласа Попадание 61 61 за 4 минуты до конца четвертой четверти 4 Анатолешкова против Рузановы очень жестко в защите плотно играет 5 секунд остается Нужно бросать. Олеся Малышенко бросает и подбор остается за Вологдой. Очень обидная потеря. Найти передачу под корзиной кого-то из больших, но перехватили. Данилочкина с мячом, Рузанова, Даглас, Рузанова. Настя Веремеенко после подбора забивает два очка. 61-63 за три минуты до конца четвертой четверти. Замена в составе Оренбурга. Наталья Жедик меняет Елена Данилочкина. Олеся Малышенко с мячом. Анна Плешкова. Двоечку там пытались с Джессикой сыграть. Олеся Малышенко. Заброс. Хороший заброс. Ах, к сожалению. Такие мячи надо забивать. Все та же Брансен. Рузанова с мячом. Даглас. Двоечку с Настей Веремеенко. Дуглас почти с Задыги, но мимо подбор забирает Брансен. Даглас. Расслабилась Володка. Наталья Жедик. Двоечка с Брансен. Рузанова. Жедик. Ну, нужно брать подбор. Ну, как же так? Олеся Малышенко отправляет в отрыв Лори Мор. Маша Черепанова со средней точно. 63-63 на минуту 54. Равный счет остается минут на 50. Вот активизировали болельщики. Последнего периода. Скандируют. Что творится сейчас в зале, это просто не описать. Это такая атмосфера. Такой шумовой эффект такой, что даже нас не слышно. Я свои мысли даже не слышу, что настолько вот. Он такой красивой передачи находит Даглас. Анастасия Веремеенко просто оставили ее одну. Там забыли. Олеся Малышенко пришлось ей... В виде персональной. Тайм-аут. Последний тайм-аут. Использует Ольга Александрович Шунейкина. 63-63 за минуту 33 до окончания четвертой четверти. Остается минуты 33 до конца игры. Равный счет. Посмотрим, что будет. Мне кажется, будет овертайм. Не знаю, судя по такой игре, мне кажется, будет овертайм. То есть нас ожидает еще... Еще три минуты. Еще три минуты, да. Но мы можем не угадать. Конечно, но... Закончился минутный перерыв. Судя приглашает игроков на площадку. Сейчас начнется все самое интересное. Да. Два штрафных будет пробивать Анастасия Веремеенко. Анастасия Веремеенко ни разу еще не подчеркнула на ней. Первые штрафные. Абсолютно спокойно. Анастасия Веремеенко. Анастасия Веремеенко. Забивает свой первый. Два из двух. 63-65. Пытается лично прессинговать Надежда Оренбург. Олеся Малашенко. Маша Черепанова. Олеся Малашенко. Ну, какая потеря. И обидная потеря. Перехват. Перехват. И Джессика Девинкорд. 65-65. Что творится на трибунах. Вы даже представить себе не можете. Как здесь не включились. А я предупрестала интересным. Остается минута. Минута. Рузанова с мячом. Наталья Жедик. Зал оживился. Брансон. Брансон. Лори Мор. Проводирует. Ну, Лори получает профессиональное замечание. Третье. Но там ей ничего не оставалось. Потому что она ниже ростом. Естественно, Брансон. Это третье командное. Замена. В составе Оренбурга. Наталья Жедик. Да, Лен Даниловичкина возвращается на площадку. Вы знаете, что она хороший снайпер, да? Брансон с мячом. Как осталось. И Мазер. И Лори Мор остается 42 секунды. Равный счет. Равный счет. Олеся Малошенко. Мне кажется, что нас ждут две долгие атаки. Лори Мор с мячом. Остается 8 секунд. 6. Маша Черепанова. Ах, мимо. Ну, там оставалось время на исходе. Поэтому пришлось ей бросать. К сожалению, Олеся Малошенко не видела, наверное, что заканчивается атакой. И тайм-аут берет Александр Ковалев. Мне кажется, они будут использовать, наверное, все время до конца, да? Чтобы не дать шансу. В принципе, им терять нечего. Поэтому либо забьют, либо используют время до конца, чтобы было вертайм. Но Вологде можно еще свалить один раз, да? То есть, непробивной у них будет фол. Да, могут использовать фол. Свои в целях. Да. очень активно проводит свой минутный перерыв. Вологда. Вологда. Ольга Александровича Шунейкина рассказывает комбинацию. Звучит сирена. Звучит сирена. Вологда. 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 Мяч из-за боковой будут водить Вологда. Я думаю, долго будут стучать, а потом что-то будут решать, наверное. Причем бросок будет, наверное, производить. Тянет, тянет время. Тянет. Тянет время, тянет. Кобейко Брансон. Скорее всего. Ах, кто-то. Настя Ремейнко. Резанова. Нету, нету. Мимо Екатерина Резанова. И Лори Мор берет. Время. Не услышали мы сирену. Не засчитывается. Мне просто два очка. Мы не услышали просто за шумом болельщиков. Ну что ж, вот непредсказуемый новый тайм. Пятиминутка. Зрители скандируют Вологда, Вологда. Но мне кажется, не успела бы все равно Олеся Малашенко забить, да? Даже если была после карзины. Ну, если бы сразу при получении был. А Лори Мор пока отдавала передачу. Мне кажется, по времени передачи не успела дойти. Так. Смотрим. Сыграли ровно практически четвертую четверть до 11-10. Обе команды 32 подбора у Вологды против 29 у Оренбурга. С потерями. 19 потерь у Оренбурга. 17 потерь у Вологды. Многовато, мне кажется. Да, многовато. Так. Процент попадания с игры. 44 у Вологды. И 40 процентов 20 из 50 у Надежды. Лори Мор 7 прихватов 10 подборов. Очень здорово. Феноменально. Я бы сказала, феноменально. Обрати внимание, что 10 подборов у Ребеки Брансон в составе... Наверное, они соревнуются. Наверное. Закончился перерыв. И нас ожидает извлекательнейшая пятиминутка. Начинает Надежда Оренбурга. Мяч будет водить Брансон с мячом. Рузанова. Зона. Похоже, зона стоит у Чевакаты. Даглас с мячом находит Рузанову. Даглас. Маша Челепанова как отборолась там с Настей. С руками, по-моему, она его вырывает. Мы знаем, что Маша Челепанова очень активна на подборе. Как на своем, так и на чужом щите. Какой красивый заброс. И два очка. Олеся Малошенко. 67-65. Данилочкина с мячом Рузанова. Поменяли защиту. И Жессика Девинфорд находит Лори Мор. Быстрый прорыв. Ход Олеси Малошенко. Лори Мор. Олеся Малошенко там с руками просто уже обнимает Елена Данилочкина. Это второе персональное замечание. И пробивной. Два будет пробивать Олеси Малошенко. Замена в составе Оренбурга. Наталья Жедик меняет Елену Данилочкину. Волнует очень сильно. Потому что каждое очко на вес золота естественно что а тем более в такой игре была мимо. Рузанова с мячом. Играет зону защиты Чавокада. Снова стоит зона. Даглас. Рузанова. Наталья Жедик. Чуть-чуть не хватило Лори Мор чтобы перехватить эту передачу. Десять секунд остается. Наталья Жедик с мячом. Оп 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 Катерин Даглас и все равно перехват. Все равно перехват. Лори Мор мне кажется не играет настолько блестяще. Она одна это наверное полкоманды. Интересный спец еще сделал два перехвата до десяти. Посмотрим. зал притих. зал притих. Точно. и второе точно. 69-65 за 3-30 до конца. Еще два перехвата у нее будет трипл дабл в этой игре. Рузанова. Рузанова. Жедик. Двоечка с Брандсом. Катерина Кейро получает второе персональное замечание. Это четвертая команда и следующая будет уже пробиваться. Катерина столик сейчас поставит что-то решает 14 секунд 18 Венесарембурга Анастасия Веременко переводник Катерина Рузанова Даглас Жедик Рузанова Даглас Успела Мари Чиро Героически Борос Маша Черепанова чтобы оставить мяч в игре. Рузанова Джессика Девинпорт получает персональное замечание Первое международное Пятая командная Обе команды набрали по пять командных замечаний и будет все пробиваться у нас Ребекка Брандсон первое точное попадание 22 Вот на нее рука не трогнула на штрафном И второе Хатя Кира выводит мяч Олеся Малошенко с мячом Маша Черепанова Лори 8 секунд Нужно было самой бросать уже Вот какая борьба там такая борьба куча мяч и остается у Чевакаты 2.30 до конца 69-67 после Чевакаты Привели площадку в порядок нет недоволен качеством Евгений Ветров попросил еще раз пройтись из лицевой будет водить мяч Катерина Кейро Алисия Малошенко получает Маша Черепанова Катерина Кейро двоечку там пытались сыграть Маша Черепанова Их какой заброс на Джессику И Джессика левой рукой полукрюков забивает мяч 71-67 за 2-10 до конца дополнительной 5-ти минутки Задевает мяч Катерина Кейро Ребекка Брансон Что будет она решать Даглас с остановки Главное сейчас взять подбор Олеся Малошенко получает четвертое персональное замечание Несогласен с таким решением суди но очень несогласен я бы сказала Промахивается Анастасия Веременко Один из двух 71-68 Лори Морд с мячом остается играть минуту 50 до конца до конца дополнительной пятиминутки Олеся Малошенко Катерина Кейро двоечку пытались они с Джессикой остается ой Наталья получает железон получает 2-е два броска будет пробивать Катерина Кейро дают люди все-таки жестко играть они 3 10 минут на начале как-то все было поспокойнее 1 . катерина кейру и 2 . 73 68 рузанова с мячом остается играть минута 35 наталья же дик францем двоечка же дик с остановки и точно катерина кейру 73 70 минут от 20 . олеся малошенко маша черепанова игра пикин-ролл двоечка наши обыгрываем а хотелось дальней стороны и 5 персональные замечания анастасии веременко чуть-чуть задела 7 очков анастасия веременко в этом матче осуждения на больше не сможет чем-то помочь а меняет ее 22 номер елена дублеевич вообще плачет выхода елена даниил . карте это маша черепанова пробивает первый штрафной сожалению не попадает вообще на машину мне кажется не похоже она очень стабильно бьет штрафные броски сегодня видимо очень сильно волнуется минута остается играть до конца дополнительно пятиминутки дублеевич с мячом наталья же дик с мячом наталья айма 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 берет александр товалев ничего не остается какой ажиотаж в зале вот эта игра наверно никто не ожидал такой игры я думаю да все так ставили на победу оренбурга спокойно а оказалось что но мы знаем что нельзя никогда ставить окончательно сто процентов потому что всякое бывает пойдет игра у лидера не пойдет игра у лидера какой непредсказуемый женский баскетбол в общем как и мужской да ну наверно женский все-таки чаще не предсказуем чем мужской закончила выступление группа поддержки своих черных блестящих нарядах как сказала насти пляс а вот смотрим повтор перехвата катерина кейру а по моему сама не ожидала вот судя по ее вот эмоциям она побежал не поверил что на перехвате логатя кейру сегодня перехватила не один такой мяч забрасывание тоже там она перехватила не думала а у нас мяч из-за боковой будет водить оренбург наталья жидик 46 секунд до конца 75 70 бранца с мячом даглас даглас маша черепанова и на ней полят номер 20 даглас получает 5 персональное замечание катерина рузан выходит на площадку собрались там в центре площадки волокжанки посовещались наверное я думаю подбодрили машу черепанова и она попадает так вот что надо было сделать все просто бронсон несется просто несется семимильными шагами в отрыв хотя кейру получая третье персональное замечание хотела подловить ее и забрать мяч но люди дают пол александр ковалев подсказывает своим игрокам что после забитого нужно там прессинговать давай нам слабили набирает воду рада очков катерина кейру с мячом какая досадная потеря 28 секунд четыре очка идет волны чего нужно было вести кати в угол рузанова с мячом и очередной пилипад кати кейру не нужно не нужно не нужно пока а джессики полят номер 22 2 штрафных будет пробивать первые точно джессика и 2 78 72 13 секунд остается рузанова находит дублеевич бронсон и катерина кейру празднует побега и за счетом семьдесят восемь семьдесят два побеждает команда волна чевакаты прекрасный прекрасный матч прекрасную игру показали игроки обе их команда очень радуются довольны девчонки из волокна молодцы скандирует трибун и нам принесли статистику 13 прости шикарно отыграли жива жена пара 13 7 сыграли дополнительно 5 минут лучшее по подборам кто у нас лари море уже хотя ребека подобрала 12 но тем не менее уровень одно и другой сравнивать нельзя приемлемо подбирать столько мечей тоже их хлеб в принципе 8 перехватов у лари мор сегодня и 10 очков сегодня забил лари мор ну вот как раз два перевода не хватило это дабл дабла ой до трипл дабл трипл дабл дабл что мы можем еще отметить процент попадания с игры у нас у нас готовится интервью с ольгой овчаренко игроком надежды оренбурга сейчас сейчас уже в ольгой овчаренко капитан оренбургской надежды что не получил хорошо что получилось если смотреть и вроде все получилось тоже время ничего не получилось я думаю волк была больше нас сильнее больше на первом даже если сравнить физически они как-то я думаю мы полностью ничего не получилось ничего мы забили не смогли вроде бы и старались все делали правильно тоже время хозяйкам паркета да девчонки сегодня вообще молодцы больше всего мне конечно на падение само собой понравилась защита играли дружно то есть такой степени понимали друг друга ну молодцы и перехваты и под кольцом они то есть они рассчитывали на шаг вперед все наши действия то есть у здорово защите сыграли я думаю это в принципе решила мы у нас мы не знали что сделал нападение соответственно отсюда пошли ошибки защите а у девчонок наоборот хорошая защита хорошим вот отметишь персонально ну катя киро мне понравился на молодец как-то все у нее спокойно не напрягаясь она делает конечно защите больше всего мне понравилось мор и малашинка то есть она тоже молодец она на падение принципе принципе все девчонки молодцы друг другу дополняли хорошо сыграли ну серия только начинается я думаю что эта серия может быть самый интересный из всех четырех согласно но возможно да большое спасибо хорошей спасибо а мы продолжаем наш репортаж закончим про статистику на чем остановились саш мы остановились на том что армар не хватило дух перехватов да а сам результативной этой игры стала рбк брансон набрать 5 очков также отличилась еще екатерина рузанова да у надежды оренбурга 14 очков она набрала и 10 очков наталья же дик составе вологды самая результативная это кто у нас джей черепанова и джейска дэмпорт набравшие одинаковое количество очков 16 а также отметим еще катерину кейру 11 очков и лори морд 10 и малышенко тоже 10 тоже 10 очень много мне кажется сегодня а у нас а у нас интервью интервью с катериной кейру и марии черепановой игроки ворда чего кота рядом со мной две героини сегодняшнего матча я не побоюсь этого слова екатерина кейру и мария черепанова катерина кейру глупо задавать вопрос было ли тяжело но все же ну конечно было тяжело как и сегодня спрашивали у нас вопрос да как как у нас настрой мы я лично я даже сказала да что если мы будем командой у нас все получится и неважно там насколько лучшие или не лучшие игроки да ну команды соперникам вот мы с ним были команды мы друг другу помогали и как сказала мы в защите очень хорошо сыграли особенно первых две половины и нас это завело вот результат ольга вчеренко отметила прежде всего настрой команды да именно я считаю что у нас не было очень хорошая игра даже не то что мы выиграли очень сильного игрока потому что мы действительно у нас был такой настрой помогать другу и быть одной командой поэтому это очень много стоит ваш по игре пару слов сегодня то что мне какая-то проходная команда которая повезла в плей-оффе показали хорошую игру были одним целым да ответьте мне на такой вопрос каким образом можно было растерять преимущество в 19 очков которые добились в первой половине или испугались этого преимущества было было так был как тренер что игроки конечно пересматривают свою игру до понятное дело они столько проигрывали и нужно было догонять вот поэтому понятное дело немножко они стали более концентрированы я думаю играть и какие-то ошибки свои исправлять чтобы не было много потерь вот ну и у нас соответственно немножко немножко изменилась игра вот наверное ножка тоже расслабились или тоже давил тоже так ответственность что мы столько ведем что нам нельзя его потерять немножко не сложилось начале о чем была речь в перерыве вы помните вообще в раздевалке мажь в раздевалке о чем говорили перерыв продолжать также играть не забавляет кто понравился в составе оренбург катя димагина безусловно все очень хорошо очень добавила очень вообще просто ну очень понравился игра практически без промаха пробивала ну естественно брансом который забил у нас но набрала напором как обычно и наташка же ли где-то сыгралась тоже где-то забил такие важные мячи когда были там на последних секундах когда команда уже пару ну особенно пару моментов таких она тоже помала очень что она тоже сыграла достаточно хорошо ну в конце да не совершила но некоторые ошибки но в принципе в общем это сыграла я думаю неплохо что касается волок до чего ката в большом перерыве сергей фидоренков сказал что в чего кати очень много я готова потащить за собой команду и набирать и поэтому очень сложно играть против чего ката потому что грозу угрозу исходит от каждой согласно да я считаю что у нас может быть ну как можно сказать там нет совсем у всех такой большой опытный там евролиги да но у нас достаточно ровная игра и это очень хорошо когда тренеру тоже легче потому что он может совершать замены и не знать что команда не провалится поэтому мы смотрим по игре если у кого-то лучше эта игра то конечно мы стараемся больше сыграть на этого игрока вот ну я думаю конечно так с любой командой если она более ровно нет определенного одного лидера где ты можешь закрыть его то сложно играть я считаю серия переезжает в оренбург что ждете от матчей в оренбурге одного или двух будет очень сложная игра безусловно потому что там зал болельщик там еще будет очень много факторов других безусловно мы это надеемся ждем мы все понимают каких но мы будем бороться как бы все вологи все что мы будем сделать мы будем пытаться сделать это будем делать девочки вы молодцы поздравляю вас победы на этом а вон ермолинский да у нас все ожидается интервью с александр павловичем ермолинским помощником главного тренера оренбургской надежды и я надеюсь что из волок до чувака то тоже тренерский состав подключится к нашей беседе итоги подводили по матчу поставить поставить по статистике что мы статистике статистике увидели хорошее было ремонт отметили все замечательное насколько заряжен был человек на перехват и на организацию когда есть такой человек который ведет всех остальных за собой то естественно приходится играть всем такую игру Владимир Крашенин который сейчас разговаривает по телефону но он попал в зону нашей досягаемости Владимир Валерьевич Крашенин ассистента главного тренера вологодской чевакаты я помню что установка от тренеров была победить в первом матче в Вологде и команда блестяще с этим справилась действительно ну давайте во первых разберем сегодняшний матч и потом что дальше ну во первых что могу сказать сегодня мы показали действительно командную игру то есть у нас была в принципе сплоченная команда очень хорошая мотивация команда была заряжена девчонки просто молодцы честно сказать даже выделять никого не хочу потому что сыграли команды сыграли хорошую защитку то есть это показывает и статистика там и щит и все остальное вот что хотелось сказать по поводу предстоящих игр мы мотивацию не потеряем потому что результат этой победы так скажу хотелось бы видеть выход в первую четверку я понимаю что это сделать будет очень сложно но тем не менее как бы мы это постараемся сделать вообще в Оренбурге возможно выиграть? ну есть такая хорошая фраза в Техасе у техасов не выигрывают но мы приложим все усилия для того чтобы это сделать для того чтобы так скажем достичь желаемой цели то есть выигран бой но не сражение пока серия только начинается большое спасибо спасибо вам Александр Павлович Ермолинский ассистент главного тренера Оренбургской надежды действительно буквально минуту Павлович что не получилось? все не получилось поначалу было конечно настрой наверное был не то что нужно для игроплей-офф ужасно много потерь обидных при передачах ну вы видели смотрели игру наверное это и конечно один подбор за всю первую половину это говорит наверное о настрое команде что мы ее не настроили вот и потери потери что касается Вологодской чувака ты чем-то удивила? да, они хорошо собраны начали игру все как бы сыграли у них 4 игрока по-моему 5 забили которые больше 10 очков это говорит о том что команда играет в командный баскетбол нет они сыграли достойно хорошо в принципе хорошая команда просто сыграли удачно первые две игры дома и на выезде но они показали хороший баскетбол серия переезжает в Оренбург что нам ждать от одного или двух матчей в Оренбурге? конечно двух но ну да, будем играть на победу большое спасибо, хорошей игры первый матч серии закончился победой Вологодской чувакаты со счетом 78-72 но это только начало четвертьфинальной серии которая продолжается до двух побед и теперь серия переезжает в город Оренбург где 8 апреля состоится второй матч серии и в случае успеха хозяек там же в Оренбурге 9 апреля будет сыгран третий матч а на этой жизнеутверждающей ноте разрешите с вами попрощаться я представлю коллектив Беззоны ТВ который сегодня провел для вас трансляции это режиссер трансляции Игорь Евленин технический директор Роман Аладьев комментаторы Светлана Явкина Анастасия Арзина и Александра Столяр операторы Павел Железкин Евгения Корнева Вера Макунина и Светлана Серко большое спасибо что были с нами уважаемые сети зрители смотрите баскетбол играйте в баскетбол и будет вам счастье и будет вам счастье